Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «По существу». Сегодня у нас в студии начальник отдела Государственного ветеринарного надзора, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской республике и Ульяновской области Константин Викторов. Константин Вячеславович, добрый вечер! Добрый вечер! С 1 января 2018 года, то есть практически через несколько месяцев, России станет обязательной электронная ветеринарная сертификация. Что это такое, чем отличается от действующей сейчас системы? На сегодняшний день в Российской Федерации идет переходный период, то есть возможно оформление ветеринарных сертификатов как в бумажном виде, так и в электронном виде по выбору участника товарооборота. Но с 1 января 2018 года в обороте будут находиться только электронные ветеринарные сертификаты. Эта система задумана для обеспечения прослеживаемости продуктов от начала производства до потребителя, то есть в соответствии с требованиями международного законодательства от поля до прилавка. То есть система будет обеспечить, возможно будет просматривать информацию как производителям, получателям продукты, так и конечным потребителям и органам надзора о системе прохождения продукта на всех этапах производства. О каких именно документах идет речь? И речь идет именно о ветеринарных сопроводительных документах. То есть ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки, ветеринарные сертификаты. В дальнейшем они будут в электронном виде. Это предполагает наличие копий на бумажной основе или только в электронном виде? Документы будут оформлены в электронном виде, но участник товарооборота должен будет иметь на руках номер ветсвидетельства или распечатку QR-кода, матричного штрих-кода, для того чтобы считывать информацию. Но кто привык работать по старинке, он может также распечатать всю информацию в электронном виде на бумажный вид. Обычный формат А4 бумаги. То есть правильно я понимаю, что вот эта система электронной ветеринарной сертификации это нечто похожее как ЕГАИС с алкоголем? Да, то есть система, обеспечивающая прослеживаемость продукции и возможность просмотра его всеми участниками оборота продукции. Эти нововведения касаются каких именно участников товарооборота? производителей, крупных производителей, хозяйств или к участникам это тоже имеет отношение? Изменения касаются всех участников товарооборота, то есть обращения продукции, производства, перемещения и смены владельцев продукции. И, соответственно, информацию, которая находится в этой системе, доступна для просмотра потребителями. То есть есть необходимый модуль для просмотра потребителями при наличии штрих-кода на это вид свидетельства. Каким образом, например, я могу как потребитель проследить эту информацию? Вы можете любым доступным устройством, смартфоном, планшетным устройством, считывающим устройством для штрих-кода, считать информацию и получить полную подробную информацию, даже ту, которая не указана в вид свидетельства. В электронном виде вся информация будет доступна. Также, если нет у вас считывающего устройства, вы можете номер ветеринарного свидетельства вбить в систему и вам выдаст подробную информацию. То есть что именно включает в себя эта подробная информация? Именно наименование производителя продукции, наименование продукта самого, вид продукта, количество его, где оно произведено, в какие сроки произведено, какие мероприятия проводились в отношении этой продукции. Допустим, если был убойный скот, то какие лечебно-профилактические мероприятия проводились в отношении него при жизни? И был ли период выжидания, выведения этих лекарственных препаратов из организма? Соблюдались ли требования при транспортировке? Соблюдались ли требования при хранении продукта? То есть все моменты, которые могут отразиться на продукте или создать какой-то риск для качества безопасности этого продукта, то есть все они, можно проследить всю эту информацию в системе электронной сертификации. Это относится только к мясу или к другим товарам? Это относится ко всем видам продукта. То есть подконтрольная ветеринарному надзору продукция весь перечень утвержден приказом. То есть вся животноводческая продукция, мясная, молочная продукция, яичная продукция, рыбная продукция. Кроме того, будет расширен, то есть в настоящее время расширен, и с 1 января этот перечень будет расширен, к нему будет относиться готовая молочная продукция, готовая мясная и консервированная продукция, рыбная продукция, морепродукты. Вся живность. Вся живность, то есть все, что получено от животных. Все ли сельхозтоваропроизводители знают об этих нововведениях? И успеем ли мы уложиться в установленные законом сроки к январю 2018 года? На сегодняшний день Чувашская республика готова к внедрению электронной ветеринарной сертификации на 60%. То есть большое количество обращений от хозяйствующих субъектов для получения доступа к системе. Мы ожидаем, что Чувашская республика будет готова к назначенной дате. Но на сегодняшний день решается вопрос о переносе вступления электронной ветеринарной сертификации, то есть дано поручение внести проект в закон о переносе электронной ветеринарной сертификации до 1 июля 2018 года. То есть сроки продлеваются? Возможно. Еще пока не утверждены. Но на сегодня у нас, допустим, есть уже подключившиеся к этой системе? Да, конечно. 60% хозяйствующих субъектов подключены к системе. В цифрах это сколько абсолютно? Больше 600. Но проблема создается в чем? Если крупные сельхозтоваропроизводители, производители, переработчики продукции или участники товарооборотов, которые реализуют продукцию, они знакомы с этим, столкнулись с тем, что остальные, допустим, предприятия общепита, которые также являются звеном электронной ветеринарной сертификации, к которым поступает продукция, они не совсем готовы, даже не знакомы с этим, не слышали об этом. И большинство из них может оказаться за бортом. А они каким образом участвуют в этой системе? Они, как получатели продукции, подлежащие электронной сертификации, также должны иметь доступ к системе. То есть производитель продукции или тот, кто реализует в конечную точку продукцию, он просто не сможет их вбить в систему, то есть не сможет задать конечный адрес, конечный маршрут. И пока не получит конечную точку доступ к системе. Также получатели продукта должны, кроме того, что иметь доступ, они должны осуществлять гашение поступления продукции. То есть в течение суток после поступления продукции они должны осуществлять проверку соответствия его, то есть фактическому соответствию документам и гашению. То есть продукт поступил в надлежащие качества. То есть отчитались? Да. И цепочка замкнулась? Цепочка замкнулась, то есть продукт дошел до конечной потребителя. То есть чтобы не было такого, что продукцию отправили по одному маршруту, она поступила в другой маршрут. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был начальник отдела Государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Почварской Республики Ульяновской области Константин Викторов. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова